СМЕРТЬ НА ДОРОГЕ День Победы побил несколько рекордов. Самые яркие кадры празднования. К концу подошла целая эпоха. После 20 лет работы Александр Соколов покинул систему хоккейного нефтехимика. Подведем итоги дня. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. В страшной аварии недалеко от Сухарева погибли три человека. Поздно вечером столкнулись две легковушки и автобус. Одна из версий трагедии. Молодые люди устроили опасные гонки на трассе. Наш корреспондент продолжит. Близким погибших до сих пор трудно поверить в то, что случилось. Все произошло за считанные секунды. Автомобили «Лада Калина» и «Фольксваген» столкнулись на огромной скорости. У «Калины» смят капот. От «Фольксвагена» на дороге остался только двигатель. От силы удара кузов полностью сжало. В результате столкновения погибли три человека. Все погибшие находились в одном автомобиле. В «Калине» не только ехал один водитель. Да, вот и очевидцы происшествия остановились, как бы, помогли ему. Он вылетел из салона автомобиля после столкновения. Погибшим водителю и пассажиру «Фольксвагена» было 29 и 30 лет. Вместе с ними в машине находилась 22-летняя девушка. По приезду скорой она была еще жива, но по дороге в больницу скончалась. Водитель «Калины» сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Молодой человек получил множественные ранения тела и серьезную черепно-мозговую травму. Вступил в тяжелом состоянии, в состоянии травматического шока. Были проведены обследования, диагностические мероприятия. Показаний на момент госпитализации, данный момент для операции нет. Травма головы, тела, конечностей, то есть поле травмы. Поэтому травматический шок сохраняется. Авария произошла накануне в 9 часов вечера на 71-м километре трассы Нижнекамск-Чистополь, недалеко от деревни Сухарева. Кроме двух легковых автомобилей в ДТП попал автобус, перевозивший рабочую вахту из Камских полян в Нижнекамск. По всей видимости, после столкновения «Фольксваген» влетел под автобус, отчего его и смяло. Я не видел, как столкнулась «Калина» с «Фольксвагеном». Я только увидел вот эту машину перед собой, и все. Ну, сейчас вот парень говорил, что якобы видел, как они в Шереметьевской горе обгоняли друг друга и слись на бешеной скорости. Пока неизвестно, что стало причиной аварии. Сотрудники ГИБДД до утра работали на месте происшествия. Им предстоит выяснить, действительно ли молодые люди устроили опасные гонки на трассе. В предварительной версии произошедшего водитель «Калина» выехал на встречную полосу, отчего и столкнулся с другой машиной, а после с автобусом. Светлана Жемкова, Максим Липин, Новости НТР. Еще одно дорожное происшествие, на этот раз с участием ребенка, произошло возле дома «Студенческая 10Б». Водитель «Приоры» двигался между домов со скоростью 20 км в час, когда неожиданно на дорогу выбежал 7-летний мальчик. Молодой человек резко затормозил, но машина не успела полностью остановиться и толкнула маленького пешехода. Ребенок был доставлен в больницу с травмой ноги. Сбоку были припаркованы машины, он между ними пробежал и в бок машину ударился. То есть вы даже не успели, наверное, среагировали? Нет, я его увидел, только когда до машины ему осталось сантиметров 30 буквально. Вот эта машина ехала со всей скорости, ударила мальчика. Мальчик спокойно шел, его ударили очень сильно. Плакал он? Очень сильно. Он говорит, что он не может, у него, значит, да, он не может вспомнить, у него все мутно в глазах. И то, что он, ну, не чувствует ногу. Жители новостроек не могут отдать своих детей в школу. С такой проблемой столкнулись на Тобеево. 23-й дом не закреплен ни за каким образовательным учреждением, говорят нижнекамцы. Наш корреспондент выяснил, так ли это и как действовать в подобных случаях. Светлана и Иринас крайне озадачены. Их сын в сентябре пойдет в первый класс. Но вот в какую школу – большой вопрос. Приказ о закреплении домов за образовательными учреждениями был утвержден в феврале. Но вот 23-го дома по улице Тобеева там нет. У нас дом, 23-й по феврале Тобеева, в списках вообще не числится. И нашего ребенка, ну, пока вот никуда документы не принимают. Хотя остальные дома, вот до 21-го, они идут в 28-ю школу. И сейчас у нас такая проблема. Осталось полтора месяца, можно сказать. Если документы сейчас там не возьмут, потом боимся, что там мест не будет. Дом заселили уже в декабре, в прошлом году. То есть, когда приказ создавался, дом уже был заселен, почему он в списки не вошел. Вообще непонятно, они что, не предполагали, что тут маленькие дети могут быть, будущие первоклассники. В 47-м микрорайоне с декабря месяца были заселены еще три дома, которых, естественно, в списке тоже нет. Что делать родителям в этом случае? Ребенка наших героев сейчас в 28-ю школу не зачисляют. Мы не можем вас зачислить, потому что на основании приказа только. Так как вашего дома нет и по нему информации нет, мы просто, говорит, не имеем права, нас за это накажут. Вот до такого даже. Закон или такое обоснование со стороны школы и что делать в подобном случае, прокомментировали в управлении образования. Постановление номер 58 от 12-го года. Там 47-й микрорайон, где расположен дом 23 Павлево-Стопеево, закреплен за двумя школами. За 32-й гимназией и за 28-й школой. В связи с тем, что у нас дома сдаются в течение всего года, а постановление сдается раз в год, чтобы в течение года каждый раз его не менять, мы закрепляем микрорайоны. А приказы это только следствие от этого постановления, где уточняются некоторые дома. Если у родителей возникают вопросы с администрацией школы при зачислении, они могут к нам обратиться на вопрос. Так как микрорайон 47-й закреплен, можно вопрос решить еще до 1-го июля. Тем, кто столкнулся с подобной проблемой, необходимо обратиться в управление образования, позвонив по телефону 43-22-50, либо подойти в 502-й кабинет. Важно помнить, что новый дом принадлежит к определенному микрорайону. И тот, в свою очередь, согласно постановлению Управления образования, закреплен за определенным образовательным учреждением. Если же ваше заявление в школе не принимают, то идите выше в Управление образования. Анастасия Попова, Ренат Харасов, Новости НТР. Ранее судимый Нижнекамец вновь оказался под стражей. Его судят по трем статьям за вымогательство, хулиганство, нанесение вреда здоровью. Причем заниматься преступной деятельностью он начал еще тогда, когда находился в колонии. Мой коллега Александр Комаров изучил материалы уголовного дела. Этот парень смотрит на мир через решетку не впервые. Последний раз он слышал приговор в апреле 2015 года. Отбывая полуторагодовалый срок и находясь в колонии, он начал вымогать деньги у мужчины, который находился на воле. Известно, что заключенный не был знаком с потерпевшим, у которого он и требовал деньги. Никакого компромата он на него не имел. Все происходило под угрозой физической расправы. В итоге, выйдя на свободу, бывшему арестанту удалось три раза получить от потерпевшего деньги. В общей сложности сумма составила 10 тысяч рублей. Но помимо вымогательства есть эпизод с причинением легкого вреда здоровью. Учинен очень ушибленный ранг тенемной области слива, требующий проведения первичной экономической обработки наложения швов. В коллекции подсудимого есть еще одна статья – хулиганство. А вот какое наказание требует гособвинение и что по этому делу думает защита, пока неизвестно. Прения сторон так и не состоялись. Прения готовы. Я учусь, потому что когда застрелили, что-то происходит. Следующее судебное заседание намечено на 12 мая. Мы будем следить за этой историей. Александр Комаров, Ренат Харасов. Новости НТР. Сегодня напротив химиков 90 загорелся сухостой на пустыре. Это очередной случай возгорания сухой травы в черте города. Напомним, что сейчас в Нижнекамске действует особый противопожарный режим. С его начала пожарные выезжали на подобные вызовы около 10 раз. Так сделали и сегодня. Светлана Шумкова с места пожара. Сейчас мы находимся на этом самом поле возле дома химиков 90, где как раз таки поступило сообщение в социальных сетях о том, что здесь горит трава. На данный момент трава не горит, если только кое-где она тлеет. Все потому, что сотрудники МЧС уже вовремя выехали на место и, собственно, потушили все это дело. И сейчас они пока еще некоторое время побудут здесь. Как они нам сказали, они дежурят, смотрят за тем, чтобы ореол возгорания не расширился. И на самом деле люди в социальных сетях пишут о том, что это такая история, она каждый год здесь происходит. То есть трава каждую весну здесь горит. Да и сами пожарные говорят, что действительно это сезонное возгорание. И поскольку трава сейчас очень сухая и буквально непотушенный окурок может стать причиной вот такого пожара. И хочется заметить то, что сейчас в республике введен противопожарный режим. Он стартовал в конце апреля и продлится до 15 мая. Так вот, как раз таки в это время и запрещено сжигание сухой травы и мусора, приготовление пищи на открытом огне и использование пиротехники. А для тех, кто эти правила нарушит, предусмотрены штрафы для граждан от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц до 40 тысяч рублей и для юридических до 400 тысяч рублей. Светлана Шумкова, Ринат Харасов, Новости НТР. Местные садоводы жалуются на свалку мусора, которая находится на первой улице по 121 маршруту. Эти фотографии нам прислала телезрительница. Она рассказывает, что мусорка ничем не огорожена. Стоит только контейнер, да и тот посередине улицы. Огородники несут туда пищевой и строительный мусор. Стоит неприятный запах, скоро появятся мыши. Женщина просит перенести, либо убрать место скопления мусора. Мы отправили эти фотографии экологам, которые проверят обращение Нижнекамки. Если информация подтвердится, то будет составлен протокол на садовое товарищество и выдано предписание устранить нарушение. Об этой теме нам сообщили телезрители. Если у вас тоже возникли проблемы и вы хотите о них рассказать, то можете связаться с нами по номеру 40 07 70, а также посредством нашего сайта. Его адрес ntrdefis24.ru Этим утром ряд городских учреждений и жилых домов остался без горячей воды. В Нижнекамске начинается пора сезонного отключения. Сегодня это сделали в разных районах. От проспекта Шинников до Красного Ключа. В общей сложности в списке более 100 домов. Несколько детских садов, школы и городские больницы. Ремонтные работы сейчас проводятся на участке теплосети по улицам Менделеева и Мурадьяна. В связи с этим до 5 часов вечера 12 мая горячей воды не будет в жилых домах и учреждениях, которые вы видите на своих экранах. И с сегодняшнего дня свою работу изменила первая поликлиника. Так, дневной стационар теперь разместился в амбулатории поселка Красный Ключ. Связано это с капитальным ремонтом, который пройдет в несколько этапов. И закрыть одновременно несколько медицинских учреждений невозможно. На своих экранах вы видите график работы отделений. Теперь хирурги будут принимать в Центре здоровья. Врачи-рентгенологи будут принимать пациентов в отделении медосмотров. А третье терапевтическое отделение переедет на четвертый этаж. Добавим, что все изменения временные. От дождя и крыши не спасает жильцов одного из домов. На улице Корабельной топят стоками воды из ливневки. Особенность строения такова, что ливневая канализация находится прямо в квартире. Из-за засора трубы пострадали сразу несколько этажей. Мой коллега Алмаз Кашаев оценил ущерб и узнал, кто его будет возмещать. Вот одно из последних ЧП в семье Валия Ахметовых. После дождя из трубы, по которой стекают ливневые стоки, ручьем вытекает вода. Весь пол залит. Вот сейчас весь, вода идет сюда, и потом затопляет пятый, четвертый идет, третий, до первого этажа. По словам хозяина квартиры, ливневая труба засорилась. После дождя там скапливается вода и под давлением сочится со стыков. Это уже третье подтопление за последние пару недель. Там внутри засор. Крышу делали в прошлый год, зимой, летом. Пожалуй, кидали это молодежь, там молодежь делала его. Галина Евдокимова живет одна. При подтоплении собирать воду помогали соседи. Увидев последствия на то, что стало с ремонтом, женщине стало плохо. Пришлось вызывать скорую. Тут текло ручьем. Тут не успевала бегать, посуды ставить. Кошмар. Здесь вроде поставлю, в другом месте бежит. Все, весь туалет заливало, прям текло ручьем. Всего пострадали три квартиры. Управляющая компания, осмотрев дом, приняла решение заменить ливневую канализацию, а всем пострадавшим возместят ущерб. Алмаз Кашев, Ренат Харасов, Новости НТР. Маленькому Роману Иванову из Казани нужна наша помощь. Малышу всего полгода, и сделает ли он первый шаг, зависит полностью от вас, наших телезрителей. Важно вовремя начать лечение. Достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения всего 75 рублей. Просто лежать с Ромей уже скучно и сложно. Все норовит приподняться и дрыгает ножками, как будто собирается побежать. Давай сядем. Давай. Молодец. 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 Вот только с первыми шагами проблема. Может быть. Но пока еще есть шанс все исправить. Его диагноз – двусторонняя врожденная внутренняя косолапость, атипичное течение. Ему будет предложено лечение косолапости по методу Пуансетти. И в течение определенного времени у него будет 5-7 этапов гипсования. Это значит, на ножки Ромы наложат гипс. Планируется несколько этапов лечения. Малышу и родителям придется потерпеть. Когда мы узнали, просто вот это вот все. Как-то шок сначала был, потому что нам сказали около двух месяцев. Вот эти все гипсовые пояски, потом ребенку нужна будет операция. То есть, что маленький, как он свет перенесет. Зато результат того стоит. Стопы, вылеченные по методу Пуансетти, сильные, гибкие и не болят. Однако лечение платное – более 120 тысяч рублей. Сумма для молодой семьи неподъемная. Помочь могут наши зрители. Достаточно отправить смс на номер 5542. Стоимость сообщения всего 75 рублей. Как внести большую сумму, можно узнать на сайтах нашей телерадиокомпании и Росфонда. Хочется, чтобы он бегал, как бы занимался спортом. Нижнеканская делегация отправилась в Астрахань. Организаторы, артисты и журналисты уже преодолели тысячу километров, чтобы принять участие в федеральном Сабантуе. Он пройдет с 12 по 13 мая. По традиции, творческие коллективы города сопровождают съемочная группа НТР. Это значит, что в ближайшее время наши зрители увидят подробный репортаж о том, как прошел праздник плуга. Сумки собраны, костюмы упакованы. Лучшие творческие коллективы города, народные ремесленники и спортсмены в предвкушении главного праздника – федерального Сабантуя. В этом году едет 7 автобусов творческой коллективы нашего города с остановкой в городе Саратове. Будем ехать на строй позитивный. Завтра к вечеру планируем приехать в Астрахань. Надеюсь, погода нас порадует. Астрахань второй раз принимает российский Сабантуй. Ожидается приезд гостей из более 40 регионов России. 12 числа празднование начнется в Театре оперы и балета с большого концерта. А 13 мая праздник пройдет на Центральном стадионе, где можно будет попробовать традиционный чак-чак, посмотреть национальную борьбу кореш и оценить работу ремесленников. Мы в такие поездки отправляемся каждый год. И в этом году, конечно же, для нас это большое такое путешествие, потому что дорога нам предстоит долгая. Конечно же, хотим там показать все, на что мы способны, наш Татарстан, наш традиции, культуру. Мы едем с боевым настроением, хотим увидеть позитив. Ну, думаем, что все нормально. Да, все так, совершенно верно, коллега. Надеюсь, вы с ним хорошо. По традиции, нижнекамскую делегацию сопровождает и съемочная группа НТР. Перед тем, как поехать, мы завезли в Википедию, посмотрели, что это за город. Он и на 11 островах построен, и его и Венеция называют. Еще такое самое интересное, посмотрела я по национальностям, более 100 национальностей, и второе место занимают именно татары. Поэтому не так они от нас далеки, как казалось бы. Федеральный Сабантуй пройдет с 12 по 13 мая. Более 200 участников из Нижнекамска, включая почти 150 детей, примут участие в народном татарском празднике и окончании весенних полевых работ. Анастасия Попова, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Прошедший день победы в Нижнекамске побил несколько рекордов и дал начало новым акциям. Например, таким, как свеча памяти, которая была не менее эффектной, чем праздничный салют. Мы собрали для вас самые яркие, интересные и захватывающие кадры. И предлагаем взглянуть на них. Ты представь, что однажды ветераны уйдут, То под громкий салют, то под песни друзей, То всего лишь под шорох осяпших ветвей. Ты представь, что однажды и на все времена Стобут их имена только шелком знамен, На березке, что ждет на прощальный поклон. В каждом таком взгляде свои эмоции. Ветераны вспоминали свою историю, сценарий которого писала война. Но в этот день об этом слове старались не вспоминать. Больше говорили о победе, ведь парад в ее честь. Открыли его студенты кадетского корпуса. Следом пошла знаменная группа. В параде приняли участие студенты, юноармейцы, полицейские, спасатели, казаки. Всего около двух тысяч человек. Все они стройным шагом прошлись перед зрителями. Парад собрал 22 тысячи жняканцев. Как закончили войну, как и радость всем так. Люди здоровы остались. Родители все, все народы. Спасибо. По-моему, что-то смешное. И то, и другое. Радость одно, когда вспомнишь, кого потеряла во времени. Совсем другое. В три часа дня началось шествие бессмертного полка. Принести фотографии своих отцов, дедов и прадедов пришли 27 тысяч нижнекамцев. Такого масштабного шествия город еще не видел. Папа, мужа пропал без вести. И не знаем, где его искать. Искали, но не могли найти. Говорят, разбомбили эшелон Курской области. Все, что мы знаем. Он с Урала. Я не суббортрет своего деда. Он из Беглянии призывался. Он и четыре его деда ушли на войну и отец. И так получилось, что они все вернулись. Вот повезло нашей семье. Все они пятером вернулись. Сначала они служили в германской стране, далее с японцами. В шествии бок о бок шли самые разные люди. Все они пришли по зову сердца. Были среди них и те, у кого никто не воевал. Но они тоже встали в строй, чтобы почтить память героев, которые обеспечили нам мирное небо над головой. Сказать спасибо за великий подвиг люди собрались и вечером. Возле вечного огня впервые прошла акция «Свеча памяти». Нижнекамцы у подножья монумента выложили из сотен свечей слова «Победа». А потом был красочный салют. Субтитры создавал DimaTorzok На этом моя часть выпуска завершена. Связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или пишите нам на наш сайт ntrdefis24.ru. Далее смотрите новости спорта с Кириллом Давкаевым. Я же с вами прощаюсь. До завтра. В Казань. 500 рублей. Онкологический центр МКДЦ, аквапарк, ЖД и автовокзалы. Телефон 8 917 909 22 82. Продолжаем одевать девушек и бабушек. Пальто, куртки, плащи, ветровки стильные и практичные. Адрес помним? Торговый центр «Березка», первый этаж, павильон 111. Доступные цены, сезонные скидки. Специально для садоводов в магазине «Тысячи мелочей» огромное поступление саженцев чайно-гибридных роз по 135 рублей, а также в наличии саженцы домашних роз. «Тысячи мелочей», проспект Мира, 105А. Ура! Выставка распродажа продолжает работу. Тюль, портьеры, органза, печать, вуаль. Возможен индивидуальный пошив. ДК «Альфа» ждем только вас. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Главный тренер хоккейной команды «Реактор» Александр Соколов покинул свой пост. Он проработал систему «Нефтехимика» более 20 лет. Взглавлял «Нефтехимик», «Нефтехимик-2» и «Реактор», с которым в прошедшем сезоне вышел в финал Кубка «Харламба». Также под руководством «Соколова» нижнекатская молодежка успешно выступил на Кубке мира среди клубных молодежных команд, который прошел у нас в городе в минувшем году. Экс-главный тренер нижнекамского «Реактора» Александр Соколов подписал контракт с клубом высшей хоккейной лиги «Сарыарка» из Караганды, сообщает официальный сайт казахстанского клуба. Воспитанник «Нефтехимика» Дамир Шеребзянов проведет следующий сезон в Нижнекамске. Сегодня защитник посетил родной клуб, где прошли переговоры о его аренде, и на днях с ним заключит контракт. После одного сезона в «Реакторе» он уехал продолжать карьеру в северо-американских лигах. В 2015 году подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингс». Также регулярно привлекался для игр за национальную сборную разных возрастов. В прошлом году в составе молодежной сборной России завоевал серебро чемпионата мира. Также хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил контракт с американским форвардом Чедом Роу, который в прошлом сезоне выступал за окульный «Ред Стар». В 60 матчах регулярки Чед набрал 40 очков. Также нападающий отметился шайбой и передачей в пяти играх плей-офф. Соглашение с «Легионером» рассчитано на один год. Один матч, два выхода, две команды с кардинально противоположными судьбами. «Нефтехимик» попрощался с футбольной национальной лигой. «Тосна» вышла в премьер-лигу. Подробности далее. Кроме победы, как, впрочем, и в предыдущих матчах с «Нефтехимикой», но результат не устраивал. В этой игре сохранить шансы на пребывание в ФНЛ мог только после выигрыша. Но поле распорядилось иначе. В первом игровом отрезке основные действия проходили в центре поля. Нижнекамцы на право хозяев со старта владели инициативой. Первый шанс распечатать ворота соперников представился Галиакберову, но не удалось. После гостям нарастили темпы, провели несколько фланговых атак. Тем не менее, до перерыва «Нефтехимик» смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Второй там команды начали с атак, причем остро играли и новгородцы, и нижнекамцы. На 50-й минуте «Химики» прервали одну из атак гостей и в трикосании вышли к воротам Тосна. Обойти защиту удалось, но точность подвела. На 60-й минуте тренерский штаб «Нефтехимик» приступил к заменам. Гелаяна заменил Гоглоев. Какое-то время «Синям» удавалось закрепиться на гостевой половине поля, но близко к своим воротам Тосна не подпускала. Ключевой стал 64-й минута. Новгородцы открыли счет. Под занавес 67-й минуты «Черно-белые» чуть было не удвоили свое преимущество. В шаге от гола Сидиков вовремя пришел на выручку книги. Преимущество Тосна стало неоспоримым, и очередная атака увенчалась успехом. С острого угла в ворота книги мяч отправил Сергей Сухарев. Этот гол для «Нефтехимика» стал точкой невозврата. Жалко. Здесь все есть для футбола. Жаль, что мы именно эту историю написали. Никаких упаднических настроений нет. Я думаю, что и по сегодняшней игре было видно, что ребята стараются, профессионально относятся к своему ремеслу, никого уговаривать не приходится. Понятно, что накапливается где-то усталость, травма к концу сезона. Но у нас есть обойма футболистов, и мы будем продолжать в каждом матче профессионально относиться к своим обязанностям. В этом сезоне Тосна свою задачу уже решила. Команда вышла в премьер-лигу. «Нефтехимик» возвращается во второй дивизион. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире «НТР. Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40770, а также по средствам сайта «НТРДефиса24.ру». До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – стоматологическая клиника «Даймонд Дент». Погода в Нижнекамске на 11 мая. Ночью всего 5 градусов выше нуля. Возможен дождь. Днем воздух прогреется. До 7 градусов будет пасмурно. Ветер западный – 4 метра в секунду. Дождливая и холодная погода сохранится и во второй половине недели. Температура воздуха не поднимется выше 13 градусов. Здоровая улыбка – залог хорошего настроения в любую погоду. Сделать ее неотразимой поможет спонсор прогноза погоды – стоматологическая клиника «Даймонд Дент». Яркая помада – модные туфли – нет. Дорогие часы – нет. Нет и еще раз нет. Только улыбка и здоровые зубы сделают нас неотразимо красивыми. Стоматологическая клиника «Даймонд Дент» предлагает лечение, протезирование, чистку. На любой кошелек. «Даймонд Дент» – это клиника личных рекомендаций, гибких. Очень, очень гибких цен. И профессионального подхода. Ваши зубы скажут вам «Спасибо». Спасибо, «Даймонд Дент». Шинникова 23-917-88-39-777.